Привет, друзья! Знаю, что сейчас очень непростое время, что очень сложно сейчас всем, и эмоционально, а кому-то и физически. Но я приняла решение продолжать снимать видео, потому что нужно человеку любому какое-то пространство безопасное, свободное от всех политических и социальных повесток, где ты просто можешь забыться о том, что это вообще есть, хотя бы на какое-то количество десятков минут. Поэтому такое небольшое техническое вступление, нет войне. Ну а сегодня мы поговорим про прочитанное за февраль, потому что уже через два дня он закончится. Я не думаю, что я успею что-то еще прочесть, и я думаю, что уже на полных правах могу рассказывать его прочитанное. Для меня месяц начался с заканчивания прослушивания Кристин Ханны «Жизнь на едине». Давно я хотела с этим автором познакомиться, наконец-то это случилось, причем в очень удачное время, потому что в феврале у нас еще было достаточно много снега, а книга очень зимняя и очень подходящая по атмосфере, как мне кажется. Книжка расскажет о супружеской паре, их дочери Лени. Супруг не так давно вернулся с войны, опять она, и его жизнь полностью изменилась после этого. Естественно, он не может никак влиться в нормальную жизнь, в нормальное существование. Постоянно ему видятся эти кошмары, он от них просыпается, он начинает пить все больше и больше, а выпивая, он повышает уровень жестокости, который есть в семье. Семья при этом обрастает внутри какими-то правилами, которые для нее обязательно для соблюдения, но любой человек со стороны увидит, насколько все это абсурдно, и насколько это невероятно для исполнения. В какой-то момент отцу семейства приходит сообщение о том, что его товарищ, с которым он служил на войне, который погиб при нем, ему завещал домик в Аляске, далеко стоящий, отдаленный от всего остального мира, и глава семейства берется за эту идею, как за идею, которая способна изменить всю его жизнь. В принципе, дочь и мать, они не то чтобы имеют какие-то амбиции насчет этого, не то чтобы они хорошо настроены, но они знают, что если это отца сделать счастливым хотя бы на какой-то момент времени, то в принципе все в их жизни начнет налаживаться, действительно, и они все-таки, имея в наличии вот эту вот мысль, отправляются туда, хотя пребывая, сталкиваются с полной разрухой всего этого места и полной его отдаленностью цивилизации, это то, к чему они привыкли. Они начинают немножко переустройство этого дома, где-то там подкрашивают что-то, где-то подделывают, где-то что-то покупают новое, благо и соседи их, которые, правда, далеко находятся, но тем не менее находятся, они подключаются к этому устройству и всячески помогают им влиться в Аляску, в местность, к которой те совершенно не были готовы. Это очень скоро выясняется. Их учат постепенно охотиться, добывать себе пищу, учатся строить всяческие ледники, создавать запасы, потому что зима здесь, на Аляске, это нечто невероятное, непередаваемое. При этом Лене постепенно начинает свой процесс социализации, она ходит в школу, хотя там всего лишь один человек, ее ровесник, и вот с ним она заводит дружбу. Как выясняется, оказывается, никакие декорации не способны изменить жизнь человека, который привык вращаться внутри себя и переживать эти кошмары снова и снова. И понятно, что даже смена местности ему не помогает, при этом он пьет еще больше, находит там единомышленников, которые поддерживают в нем какой-то огонь, паранойи, и вот все они вместе скатываются в какую-то еще большую пучину, чем были прежде. Но только теперь сбежать от этого человека достаточно проблематично. Не могу сказать, на самом деле, что это какая-то вау-книга, что она произвела какой-то невероятный на меня эффект. Она нормальная, но при этом герои здесь, знаете, очень неоднозначные. То есть нет персонажа, наверное, которому ты бы тут испытывал однозначное чувство. Вот он плохой, либо только хороший. Здесь наши главные герои, главная семья вся, она такая достаточно бесячая. Об отце я вообще молчу, потому что он, ну, токсичный человек во всех смыслах этого слова. Не только эмоционально, но и физически. Ления, которая начинает постепенно вступать в процесс полового созревания, тоже творит там невероятно какие вещи, подвергая жизни и здоровье, опасности не только свою, причем, но и своей матери. Потом сама мать тоже очень странно себя ведет. Она упорно не хочет уходить от этого мужчины, хотя даже дочка ей уже говорит, понимая все эти риски, которые это событие за собой понесет, уйди от него, хватит, мы больше не вытерпим. Неизвестно, что будет дальше. Он же все хуже и хуже. И непонятно, что он дальше сделает. Может быть, мы вообще живы не останемся, неизвестно. Но она не уходит. Она почему-то вот и страх в ее глазах, он становится еще больше. Она его еще больше увеличивает, она не хочет с этим в принципе ничего делать для того, чтобы что-то изменить. И вот эта эгоистичность каждого из этих персонажей, она частенько очень тебя придавливает к себе. Но в целом, книжка нормальная. Не могу сказать, что опять же какой-то вау-эффект она произвела, но при этом она об очень важных вещах. Она о том, с чем человек остается, когда вокруг ничего нет, а когда вокруг нет шума города, нет новостей, которые на тебя постоянно сыплются. И ты вынужден иметь дело с самим собой. И вот это самое страшное, что может быть, потому что если ты не разбираешься в себе, если ты себя не любишь, то, особенно если у тебя есть какие-то страхи, то они на тебя давят все сильнее и сильнее, и ты буквально сходишь с ума. И вот книжка об этом, о том, как люди остаются наедине с самими собой, с жизнью наедине. И они вынуждены что-то делать и как-то меняться по действиям вот этих обстоятельств. Потом я решила сделать 24 часа чтения. Нормально, про что две книжки прочитала, и на том спасибо. И вот первый, очень неудачный, кстати, в плане выбора для марафона, стал «Руки мураками. Норвежский лес». Вау, автор просто невероятный, я не перестаю восхищаться, хотя вот уже достаточно много, месяц почти прошел после прочтения, а я все, не могу эту книгу оставить, о чем она. И вот даже во прошествии времени, да, о чем, черт возьми, эта книга? Я не знаю. Она теоретически рассказывает о Ватанабе, которому уже за 30, и он вспоминает свою молодость. Когда-то он, у них была Великая Троица еще до студенческих, даже, по-моему, лет, еще в школьные годы, которая состояла вот из него, еще его одного друга и подружки друга, которую звали Наока. И они очень много времени вместе проводили, но в какой-то момент его друг заканчивать жизнь самоубийством. И наш главный герой остается с жизнью наедине, даже как в первом случае, и вынужден как-то идти дальше по ней, потому что он не знает, куда ему идти и какой смысл теперь возвести во главу угла, потому что он очень потерянный. И Наока, которая, оказывается, очень сильно тоже была привязана к этому другу, для которой он тоже был своего рода спасательным кругом, тоже не знает, что делать. И в какой-то момент их пути расходятся, они теряют друг друга из виду, но в студенческие годы сходятся вновь. При этом странные у них отношения, это вот не из тех отношений, которые, знаете, можно как-то назвать в принципе. Это не тот случай, когда ты можешь навесить ярлык, назвать это либо любовью, либо дружбой, потому что это ни то, ни другое. В какой-то момент они сначала, они просто встречаются, гуляют по городу, разъезжают на электричке и о чем даже не говорят. Им просто приятно находиться рядом друг с другом, и вот тот факт, что у них за плечами общее прошлое, в котором есть вот этот друг, очень таинственная фигура, их как-то объединяет. Потом они, конечно, начинают потихоньку между собой общаться, но все равно как-то это очень что-то странное, странная субстанция такая. Потом выясняется, что девушка не совсем в себе, какие-то эмоциональные у нее психические проблемы тоже есть. В общем, эта книжка, она, ну, нельзя сказать о чем она, то есть нет какого-то единого пути цельного. При этом по своей нагрузке эмоциональной, она перманентно печальная. Здесь нет каких-то всплесков эмоциональных вообще, она постоянно печальная, давяще печальная. И вот из-под этой печали ты выбраться практически не можешь. Это очень сложно. Такие книжки вот не прочитаешь одну за другой подряд, потому что слишком, да, вещь атмосфера. Не знаю, просто надо прочитать. Если вы особенно любите какие-то печальные книги, то то, что я люблю иногда прочитать, знаете, такое что-то очень загадочное, не то, что мистическое, а просто таинственное, когда ты не знаешь, что это, о чем это. Вот здесь герои, каждый из них лишен смысла. Они просто идут по этой жизни, потому что надо идти. С трудом, наверное, им дается каждый шаг, но они это делают уже по наитию. Они так привыкли. Привычка идти вперед. И при этом они не находят какого-то яркого пятна в жизни. И все вот герои, которые потом наслаиваются на нашего главного героя, на око тоже, они все какие-то потеряны по жизни. Они все не знают, куда идти, что надо делать и какой вообще смысл жизни. Но при этом есть такая добрая, наверное, засечка. Единственное доброе, такое положительное, что в книге есть, это любовь, которая, понятно, светит где-то там за углом, но чтобы до туда добраться и этот цвет распознать, увидеть, как-то примерить его с собой рядом, надо туда еще дойти. И как это сделать, неизвестно. Даже само время текло неравномерно, под стать моим шагам. Все двигались вперед, и только я и мое время ползли по кругу в этой жиже. Менялся мир вокруг меня. Люди призывали к переменам, и перемены, казалось, уже поджидались за углом. Но все эти события не более чем бессмысленные и нереальный фон. И я провожу день за днем, почти не поднимая лица. В моих глазах отражается лишь бескрайняя трясина. Ставлю вперед правую ногу, поднимаю левую. Ставлю ее, и опять поднимаю правую. Я не могу определить, где нахожусь сейчас. Не могу проверить, туда ли вообще я иду. Просто нужно куда-нибудь идти. Я иду, шаг за шагом. Также в этом марафоне я прочитала Лили Кинг, писателей-любовники. Знаете, вот еще одна книжка из разряда норм. Потому что вот прошло время, и я не могу сказать, что что-то осталось вообще у меня после этой книги. Никаких эмоций, никаких впечатлений перечитывать точно не буду. Ну то есть норм. Обычная, нормальная книжка. Она расскажет о нашей главной героине. Боже, как же ее зовут? Кейси, которая пишет роман и все никак не может продвинуться дальше. Что-то ее стопорит постоянно. Она буквально нищенствует. У нее постоянно нет денег, у нее куча долгов. При этом она работает официанткой. И это единственное, наверное, что ее держит на плаву. Хоть как-то. Хоть в какой-то мере. У нее абсолютно обычная жизнь. В то же самое время постепенно там начинают наслаиваться какие-то проблемы. Либо она вспоминает о чем-то, о тех проблемах, которые у нее были когда-то. Либо они просто реально наслаиваются, появляются новые. Еще по тематике схожая чем-то книга, хотя не такая печальная, конечно. Но вот еще один человек, у которого смысла в жизни это особо и нет. Она не знает, что ей делать. Она живет, да, писательством. Ей это нравится. Но она не продвигается дальше. Опять же, да, что-то ей мешает. Нет музы, вдохновение, которое помогло бы ей в этом вопросе. Она встречает на своем пути мужчин, но при этом они ей не помогают избежать само себя, наверное. То они не оправдывают ее ожидания, то она не оправдывает их ожидания. В какой-то момент она встречает двух мужчин, которые вроде бы все, каждый по отдельности, ничего себе. Но вот они существуют совместно в ее жизни. Она не может определиться, к кому ей все-таки стоит прибежать, кого выбрать, кого, наоборот, отодвинуть, хотя она не хочет этого делать. И в комментариях, да, писали к этой книге, что, ну вот не верю. Проблемы, да, возникают абсолютно реальные, которые у каждого могут быть, но их решение, оно нереальное. Такого в жизни не бывает. Сейчас я его тоже вспоминаю, это, наверное, на самом деле это так. Хотя не то, чтобы как-то критично была к книге настроена, но вот не могу сказать, опять же, что она сильно реальная, и что в ней есть какие-то, опять же, яркие эмоциональные всплески, которые, знаете, прям выделят эту книгу среди остальных. Поэтому тоже, ну, как-то особого впечатления нет. И на этом отзыв об этой книге я могу, наверное, закончить, потому что сказать больше нечего. Потом прослушала «Запертие» от Люси Кристофер. Это такое размышление на тему стокгольмского синдрома. Девушку, нашу главную героиню, похищает тай некий, которая буквально из подноса у ее родителей ее выкрадывает, и вместе с ней отправляется в Австралию буквально посреди ничего. Там стоит у него дом, который он сам возвел, место, которое он сам нашел. И понятно, что и выбраться из этого места будет очень проблематично. Это еще мягко сказано. Наша главная героиня, если сначала она сопротивляется, как-то пытается сбежать, искать пути к этому, то потом она успокаивается, наверное, понимает, что абсолютно нет. Нет вообще вариантов отсюда сбежать. И в какой-то момент она даже начинает испытывать уже симпатию к своему похитителю, его жалеть, потому что жизнь его тоже далеко не самая обычная, далеко не самая радостная, как это могло бы быть. И понятно, что преступник долгое время, задолго до ее похищения планировал все вот это устройство. Он свозил туда припасы, он привез туда скот, он привез туда семена растений для того, чтобы этот дом мог существовать сам по себе. Еще одна книжка из разряда норм. Она говорит о тех вещах, о которых стоит поговорить, потому что это имеет место быть, но в то же самое время, не то, чтобы она это делает как-то очень умело, ярко. Возможно, из-за того, что книга очень сильно ограничена в пространстве, так как мы находимся вот только в этом доме, в этой пустыне, там пейзаж не то чтобы яркий, не то чтобы там было глазу, за что зацепиться. И вот из-за этого как-то не очень приятно в книге находиться, но это, я не думаю, что проблема автора. Книга написана очень просто и об очень такой важной теме при этом. Ну, то есть я даже не знаю, рекомендовать ее вам или нет. Мне кажется, есть более удачные книги на эту тематику, но вот она такая нормальная. Потом я прочитала книжку, которую Лера рекомендовала, причем в нескольких своих видео, и когда она прочитала первый абзац из нее, я поняла, что мне тоже нужно. Мне сложно было читать эту книгу без ручки, потому что здесь буквально каждая страница мною помечена в каком-то смысле. И стикеры я оставляла только на самые яркие моменты, самые впечатляющие, потому что так-то можно было бы стикерами отметить вообще всю книгу. Она автобиографична, но, знаете, это не та автобиография, которая перевозносит имя автора, самого себя. Это воспоминания, скорее, даже не автобиография. Она расскажет о мальчике Юре, который вспоминает свое детство, свои годы существования с бабушкой. И вот почему книга уникальная? Потому что, во-первых, она о том, к чему каждый привык, даже те, которые рождены были в конце 90-х, вот я, например, да, все равно мне это было близко, потому что в начале 2000-х, когда я росла во время моего детства, все по-прежнему было так, ничто не менялось. Это потом уже все начало резко меняться огромными темпами, но в то время все было именно так. И помимо вот этой невероятной ностальгии, эта книжка, она тебя концентрирует не на том, что в книге происходит с главным героем, она тебя относит в свои собственные воспоминания. И ты вот вспоминаешь все это, варишься, опять же, как клешнями с тебя все это вытаскивают, и ты такую печаль, невероятную такую ностальгию испытываешь, вспоминая все это, потому что вот ты буквально там находишься, в своей где-то, в своем мире, в своей голове, в своих воспоминаниях, и это уникально. Главный герой здесь вспоминает о том, как вот он, как заканчивалась рабочая неделя в школе, и он бежал как можно быстрее домой к родителям, для того, чтобы переодеться, пересобрать рюкзак уже на понедельник, чтобы от бабушки сразу побежать на занятия в школу. И вот он переодевается, берет рюкзак, набирает еще какие-то вещи, которые ему могут понадобиться, и бежит со всех ног к бабушке, которая в свою очередь выходит там из-за угла здания вместе со своими подружками, каждый из которых называет друг друга там девочками, при этом они уже давно не девочки, и ему так приятно, ему так тепло с ними находиться, хотя казалось бы, это старушки. И вот их речи прерываются на то, чтобы восхвалить этого маленького мальчика, который вот такой хороший в глазах, и бабушка очень много хорошего рассказывает, а потом они вместе с Юрой поднимаются в квартиру, бабушка открывает дверь и говорит, как же ее все достало, обсуждает последние слухи с Юрой, которые были получены от этих ее девочек, и как все это наполнено, вот знаете, своими запахами, своим освещением даже. Я постоянно вспоминала, например, как просыпалась у бабушки, когда еще была совсем маленькая, утром в отдельной комнате, там солнце рисует бликами, какие-то непонятные узоры на стенах, на шкафах, на закрытой двери, и при этом я слышу краем уха, что на кухне явно работает телевизор, там какие-то новости, возможно, идут, чувствую запах либо каши, либо оладьев, чего-то очень вкусного, и я понимаю, что вот сейчас я медленно откину одеяло и пойду на этот запах, зная, что меня встретит улыбка, что мне скажет доброе утро, что я буду нужна, необходимой, что будет так приятно там находиться вместе с бабушкой, которая все время посвящает на этих выходных только мне. Вот знаете, книжка на грани слез постоянно, вот я сейчас вспоминаю, опять это идет, потому что ты вот варишься в своих воспоминаниях из того детства, и это невероятно, серьезно, это невероятно. И вот эти ощущения, когда бабушка уходит, например, ты остаешься один в квартире, что ты делаешь, как тебе интересно каждые детали, которые в этом доме есть, какие-то бусы, какие-то книжки, какие-то непонятные полотенца, в самые дальние шкафчики ты залезешь всегда, и потом попытаешься сделать вид, будто бы ты туда не залезал, вернуть все на место, как было. Ну, в общем, книжка, буквально, это не книжка, это воспоминания, твое причем. Это вот как фарфоровая чашка та самая, которая стоит в серванте за стеклянными дверями, и ты, проходя мимо, каждый раз вспоминаешь, с какими воспоминаниями эта чашка была связана. И сами эти воспоминания, что вот эта фарфоровая чашка, она стоит, она очень красивая, она очень ценная, но при этом она очень хрупкая. С каждым годом их все меньше и меньше становится. И вот, невероятная книжка, в общем, я вам очень рекомендую. Конечно, кто-то может сказать, что книжка затянута, возможно, местами так оно и есть. Вот ни один миг из этой книги я бы не хотела убрать, потому что каждый из них, он состоит не из того, что в книге происходит, опять же, а того, что я вспоминаю. Да, еще надо отметить, что оно написано невероятно прекрасным ажурным языком, вот прям ажурным, где каждому глаголу есть какой-то свой эпитет при этом, и как-то все это так соотносится, какие-то невероятные сравнения. Летом все самое красивое, новое, прохладное начинается как раз в районе 6 утра, когда можно любое место застать врасплох. Оно голубенькое, не злое. Тут описывался момент, когда к ним с бабушкой пришла ее подружка, которую они, конечно, вкусно накормили, там в красивый сервис налили чаю, и вот они потом сидят вдвоем. Теперь всем им еще ехать и мерзнуть, а мы дома и в тепле вознаграждены за всю суету. Мы с бабушкой собираем посуду, пристраиваем в холодильник то, что не доели. Блюдечко со скумбрией ненадежно замирает на трехлитровой банке. Баклажанная икра понижена от хрусталя до пиалы с отбитым краешком, прикрыта тарелкой, трог под полотенцем. Хочется обычного, не праздничного чая из обычной чашки под осуждающим взором вымытого сервиса. Потом прочитала то, что планировала и так прочитать. Это «Зов предков» Джека Лондона. Держу весь сборник, но «Зов предков» здесь занимается страниц 100, наверное, силы. Книжка невероятная. Вот тоже невероятно. Очень хорошо, что я ее прочитала, очень удачно. Она расскажет о Беке. Псе, который воспитывался в очень хороших условиях, даже сказать. Но из-за нестабильной ситуации в стране, из-за того, что на севере начинают открываться новые золото-добывающие предприятия, собаку похищают и отправляют на север. Так как все эти золото-добывающие производства были очень отдалены от цивилизации, необходимо было туда как-то добираться, доставлять почту, провизию, а для этого требовались, конечно, собачьи упряжки, потому что иначе туда было просто не добраться. Эта книжка, эта история о том, как домашний пес возвращается к истокам. Как казалось бы, те навыки, те инстинкты, которые совсем далеко и надолго от него, казалось бы, ушли и никогда уже не вернутся. Но он сталкивается с тем, что это не так, что в диких условиях, в зависимости от обстановки, которая тебя окружает, это отношение людей к тебе, ты меняешься и становишься частью природы, той дикой, бурлящей, которая была в тебе. Книжка любопытна тем, что на пути нашего главного героя пса сталкивается, появляется огромное количество ненависти, жестокости со стороны людей, конечно. И я знаю, что очень многим это в книгах не нравится, даже не то, что не нравится, они это физически не могут читать. Но вот эта книга для меня, она воспринималась, знаете, не как от лица собаки построена, а как от лица человека. Как-то очень складно все сшито между собой, у тебя возникает даже ощущение, что это собака. При этом книжка, опять же, несмотря на небольшой объем, она проносит тебя сквозь все ощущения. Ты и плачешь, и смеешься, потому что местами юмора здесь не отнять. И вот все это на таком, я не знаю, на какой-то грани, на надрыве. В общем, очень классная книжка, при этом и динамичная, она читается буквально в лед. Очень рада, что я зимой особенно с ней познакомилась, потому что, конечно, атмосфера, да, диких мест и вот этот вопрос зов предков, который есть внутри, причем каждого из нас, я уверена, не только собаки, но и даже человека. Поэтому, да. Потом просто guilty pleasure, я не буду вообще подробнее на этом останавливаться. Это Королевство Шипов Рос от Сармаз. Кто об этой книжке еще не слышал, поднимите ручки. Я думаю, что все слышали, поэтому, да, останавливаться подробнее не буду. Книжка расскажет о Фейре, которая жила вместе со своими сестрами и отцом в разоренном домике, буквально на грани нищеты. Она единственная, кто обеспечивает эту семью, в принципе, деньгами, едой, потому что все остальные пали духом, это мягко сказано. Сестры вообще еще не смогли, наверное, приспособиться к тому, что они все потеряли, что жизнь их не будет, как прежде. И отец тоже под действием, под гнетом этой эмоциональной всей составляющей, этой смены обстановки, очень сильно морально упал, конечно, и оказался ни на что больше не способен. И вот Фейра, наша главная героиня, единственная, кто занимается охотой и добычей денег. В какой-то момент в лесу она убивает волка, уверенная, что это волк, а это оказывается Фейри. Фейри здесь, они сосуществуют как бы с людьми, при этом у них есть договор некий мирный, который говорит о том, что запрещено убивать друг друга. Но Фейра это делает, как выяснилось, и за ней приходит правитель двора весны. Есть там некая стена, которая разделяет мир людей от мира Фейри. Там вот, где мир Фейри, там есть и двор весны, двор лета, двор зимы, двор ночи. И вот один из правителей, соответственно, пришел за ней для того, чтобы возместить ущерб. Он говорит о том, что жизнь за жизнь. Я забираю твою жизнь в обмен на того, кого ты убила. При этом говорит, что убивать я тебя не буду, ты просто будешь жить в моем дворе, ни в чем не будешь нуждаться, как и твоя семья. Они будут жить очень богатой жизнью, даже избалованной, но при этом ты не будешь оттуда выходить никуда, у тебя не будет такой возможности. И она понимает, что деваться некуда, туда отправляется. Постепенно там, конечно, начинает вот это любовное замута происходить, она начинает испытывать к нему симпатии, он пытается сделать ее жизнь и пребывание там комфортным, поэтому все идет как надо. Но там еще есть глобальная проблема существования, некая Амаранта, такой злой ведьмы, условно, которая весь мир Фейри буквально поработила, нанесла там какие-то проклятия, которые мешают жить Фейри. И это проклятие рано или поздно может распространиться еще и на земле людей. Поэтому Фейри, естественно, вынуждена об этом думать и как-то пытаться во все это вмешаться для того, чтобы эту проблему решить. Конечно, история местами тупая, конечно, понятно, что очень наивно и понятно, что обычный человечишка никогда не сможет с такими глобальными проблемами справиться. Ну вот, Гилди Плэша. Потом прослушала рельсы от Чайны Мьевеля, поставила 3,5 этой книжки. Это то, что называется стимпанком, наверное, это первая книжка из этого жанра, с которой я, в принципе, познакомилась. И вот я не могу понять, то ли стилистика книги мне совсем не подошла, то ли жанр в целом. Книжка расскажет о мире рельса моря, где, представьте себе, просто земля представляет собой опасность, потому что за ней, под ней, вернее, таится огромное количество опасных существ, таких как гигантские кроты, например, которые, если ты ступишь ногой на просто землю, тебя тут же сожрут. И вот по всему миру практически любой клочок земли представляет из себя рельсы. Куда они идут, непонятно. При этом есть огромное количество поездов, свои поезда имеют свои команды, например, есть кротобои, поезда, которые занимаются как раз-таки вылавливанием тех самых кротов. С одним из таких поездов мы и познакомимся, на нем будет наш главный герой, помощник доктора, зовут его, по-моему, Шен, и он находится, можно сказать, под предводительством главнокомандующего этого поезда, целью которой является жизнь в целом поймать и убить крота. При этом сам Шен не то чтобы доволен всем происходящим, ему не нравится охотиться на кротов, ему не нравится быть помощником доктора, его очень сильно отвращает, и он не умеет вообще обращаться со всем этим медицинским оборудованием, его прельщает всякий антиквариат, хлам, в котором можно копаться, который нужно искать, который представляет из себя тоже определенную ценность. В какой-то момент путешествия вот этого поезда с главной целью поймать крота, они натыкаются на покинутый поезд, на который проникают с целью найти там какие-нибудь редкости, которые могут представлять ценность. И Шен находит там флешку, наверное, на которой есть некие фотографии, вот на одной из них есть земля и один путь рельс, один. И это настолько поражает его воображение, что он не может больше от этого избавиться, и он ставит цель у своей жизни найти это место, найти этот край и узнать, ведут ли эти рельсы куда-то вообще, есть ли какой-то выход, есть ли пространство, где рельсов нет совсем. И вот он отправляется как бы на эти поиски, при этом за ним охотится, сможет ли он дойти до конца, узнать, есть ли там что-то за этими рельсами, и что вообще это за мир такой. Мы узнаем в этой книге. Не знаю, честно, не знаю, ну норм. Буду искать, наверное, книжку из этого же жанра, которая, возможно, больше мне подойдет, не знаю. Дальше еще один ну норм, причем этот ну норм разочаровывающий немножко, это Майя Лунде или Лунде История пчел. Такая невероятно прекрасная книжка, а вот внутри, к сожалению, Майя Лунде, Лунде, это норвежский автор, которая написала или планировала написать такую тетралогию на тему экологии. Вот первая книга про исчезновение пчел, кстати, это реальное событие, в какой-то момент это было очень популярно, это было во всех новостных сфотках, а вторая книга была про воду и там еще какие-то дальше. Чтобы вы понимали, просто не успеха вот этой первой книги, вторую даже не стали переводить на русский язык, а на английский перевели, по-моему, всего две части. Книжка построена в трех временных линиях, здесь есть, сейчас покажу, 1852 год, где мы знакомимся с Уильямом, который живет вместе со своими многочисленными детьми и женой. Он подавал большие надежды, когда был еще не женат, потому что был ученым и следующим всякие мелкие существа. Его курировал очень уважаемый ученый, который тоже возлагал на него какие-то надежды, но после того, как он женился, он оставил все попытки развития, и началась такая стагнация в его жизни. И, конечно же, его учитель был очень недоволен, и высказывая ему это, он не знал, наверное, в каким последствиям это в итоге приведет. Наш главный герой буквально ложится в постель и решает не вставать из нее. Просто, просто не вставать. Нет, он не умирает. Он фактически живет, его тело действует, но при этом морально он уничтожен. Все, он не знает, как дальше жить. К нему все подходят постоянно, заявляя о том, что мы нищенствуем, у нас нет денег, ты единственный кормилец в семье был, и куда ты делся? Когда же ты вернешься? Когда это произойдет? В какой-то момент его сын к нему подходит и говорит, что ему необходимо новую страсть найти, за что можно зацепиться, за чего можно снова жить, и оставляет ему книгу, в которой есть чертежи ульев. И наш главный герой встает с постели, воскресает и берется за дело. И он считает необходимым спроектировать такой улей, который больше бы меда помогал производить, забирать, при этом с наименьшими стараниями. Потом у нас будет линия 2007 года, где есть Джордж, да, Джордж, который живет вместе со своей супругой на ферме. Он пасечник, у него уже огромное количество ульев, в принципе, производство поставлено на поток. У него есть сын, который, он был уверен, тоже станет пасечником. Возьмет его дело в свои руки и вот его продолжит таким образом. Несмотря на то, что он сейчас учится в университете, он периодически своему отцу помогает, но при этом заявляет о том, что он не хочет. Ему это не нравится. У него совершенно другие приоритеты, у него совершенно другие желания по жизни. Но отец упорно этого не понимает и делает вид, что этого не существует. И, конечно же, его сын тоже станет пасечником. В какой-то момент пчелы начинают исчезать. Просто, бесследно. И потом линия 2098, по-моему, года, уже не такое далекое будущее на самом деле, где представлена та самая антитопия, которая была заявлена в аннотации. В этом году мы знакомимся с Тау, которая живет вместе со своим супругом и маленьким ребенком в домике. И она, ее супруга и потом сын будут заниматься опылением растений. Это мир уже, в котором пчелы исчезли совсем. И для того, чтобы поддерживать вообще жизнедеятельность, для того, чтобы получать хоть какой-то урожай, необходимо вручную опылять растения. Для этого нужно огромное количество людей. Вот каждый из них занят именно этим. При этом в какой-то момент прогулок по садам с ее сыном что-то происходит. Он падает в обморок и неизвестно, сможет ли вообще из этого состояния как-то выйти. Вызывают, конечно, скорую, но ничего не говорят. Его кладут в больницу, но неизвестно, что будет дальше. И вот она берется за дело самостоятельно, потому что уже отчаялась услышать какие-то ответы по этому поводу. Книга ставит своей целью нам рассказать о экологической проблеме, очень важной, казалось бы. Но при этом она, я бы не сказала, что стоит во главе угла выставания в этой книге. То есть она не обращает на себя внимания. Временами, да, это есть, но при этом носит такой, знаете, морализаторский какой-то такой оттенок. Это не очень приятно читать. А в большинстве случаев вот эта тема, в принципе, экологическая проблематика, она стоит там где-то на задворках и даже не обращаешь на нее внимания. Поэтому не могу сказать, что автору это удалось. Как-то привлечь наше внимание к проблеме очень ключевой и важной. И как мне показалось, в основе здесь лежат больше отношений между родителями и детьми. Родителями, которые постоянно строят для своих детей определенный план жизни. Им кажется, что вот только так ребенок может себя вести. И никак иначе. Поэтому большинство героев здесь, они очень однобокие. Они все похожи. Похожи в том, что вот им кажется, что есть определенная модель. И никак иначе. И они настолько упорно жмут на это, что всяческую агрессию проявляют по отношению к своим ребенку. Превращаются в каких-то чуть ли не монстров, которые совершенно не понимают, что их ребенок это не их собственность. Это отдельный человек, у которого есть своя жизнь, свои желания, свои представления о том, куда они хотят дальше идти. И они имеют полное право распоряжаться своей жизнью, как они хотят. И вот эта проблематика мне показалась здесь основной. При этом из-за того, что книжка небольшая, линий много, героев достаточно, как-то ты не проникаешься жизнью ни одного из них. И вот все как-то вскользь, все как-то по верхам. Опять же, ну норм. При этом я не могу вам сказать, что вы обязаны эту книжку прочитать. Я не могу ее рекомендовать с стопроцентной уверенностью. Если вы хотели получить антиутопию, я, например, очень люблю антиутопию, я думала, что вау, здорово сейчас получу эту тему, в очередной раз нет. Здесь совершенно нет на этом упора. Здесь он, этот мир антиутопии существует только для того, чтобы показать нам, вот что с вами станет. Если вы не одумаетесь, не возьмете свою планету и свою жизнь в руки, не начнете что-то менять. И все. Поэтому не могу, в общем, сказать, честно. Даже не стоит тратить, наверное, денег на эту прекрасную книгу, но, к сожалению, которая не несет в себе внутри того же, что содержит снаружи. Мне кажется, я уже какую-то бесконечность нереальную просто записываю это видео, но ладно. Маргарет Этвот, слепой убийца. Значит, предыстория небольшая. В начале года я прислала Снежане книжку «Плоте и кровь». Она мне очень понравилась, мне показалось, что в книжке огромное количество тем, которые Снежана любит. Вот. Ей понравился, кстати, спойлер. И она мне после этого предложила, давай-ка мы в течение года отправим друг другу шесть книг, которые потенциально должны другому понравиться. Я, конечно же, с радостью приняла это предложение, потому что у нас с Снежаной очень схожи вкусы во многих обстоятельствах. Конечно, некоторые книги у нас в разрез вообще, но вот в большинстве своем все-таки это сходство. Поэтому я, конечно, приняла это предложение с радостью. И она мне отправила две книжки. Маргарет Этвот, слепой убийца, это одна из них. Эта книжка расскажет о двух сестрах, Айрис и Лори, которые очень отличаются между собой, но при этом составляют часть одного целого. Они живут в богатом поместье вместе со своим отцом, наследником богатой, некогда богатой пуговичной фабрики. Она досталась ему по наследству, но при этом она существует в очень сложное время, когда огромное количество переворотов, рабочих забастовок. Поэтому отец говорит своим дочерям не выходить за пределы дома, потому что там их могут, конечно же, украсть, назначить какой-то выкуп и, в принципе, шантажировать. Для них нахождение во вне небезопасно. Поэтому они предоставлены сами себе, особенно учитывая, что у них нет матери, она умерла при родах Лоры. К ним постоянно приходят какие-то преподаватели для того, чтобы поддерживать хоть какой-то уровень образования. Но в остальном они абсолютно самостоятельные единицы, пытающиеся как-то проживать свое детство. Лора такая немножко не от мира сего. Она все вещи воспринимает буквально. Всякие метафоры и какие-то сравнения для нее не представляют вообще никакой ценности. Она все воспринимает как есть, прямо в лоб. И многие говорят, что она немножко ненормальна с точки зрения психиатрии. И непонятно, так ли это на самом деле. В общем, она очень необычная такая загадочная личность. Айрис, она более практичная. Книжка начинается с воспоминаний о детстве. То есть у нас Айрис уже пожилая женщина. Напоминает о Лоре, которая, как мы узнаем на начале повествования, погибла в автокатастрофе. Причем непонятно, то ли она сама это сделала, то ли ее убили, то ли это была чистая случайность. Непонятно. Книжка, почему в двух временных линиях. Одна из них, это воспоминания Айрис как раз таки о том, что было. И это больше такой, знаете, типичный английский роман со всякими бытовыми подробностями. Очень для меня интересный, с огромным количеством юмора при этом. Очень мне понравилась эта линия, даже больше, чем вторая. А вот вторая линия под названием, собственно, «Слепой убийца» это роман, который, мы знаем, Лора написала. И в этом романе царится совершенно другая атмосфера. Этим книга, в принципе, невероятно интересна, что она такая полярно-разная внутри. Потому что эта линия больше такая, знаете, шпионская какая-то. Потому что там двое людей, при этом понятно, что женщины из богатого класса, а мужчины, наоборот, из красных, условно, за которым постоянно гоняются, постоянно его ищут, и он вынужден скрываться. И вот это, понятно, двое любовников, связь которых запретна. Она не имеет права на существование, но при этом они вырывают минуты у общества, всего мира для того, чтобы побыть наедине. И за это время, что они существуют вместе, помимо, да, очень понятных вещей, которыми стоит заниматься, он ей рассказывает еще и всяческие истории, которые она очень ждет. Он сам писатель, но из-за того, что он очень беден и вынужден зарабатывать на жизни какими-то похабными историями, он не имеет возможности писать что-то более глубокое. Это никому не нужно, и денег он за это явно не получит. Он ей рассказывает всяческие истории, либо про инопланетян, либо какие-то истории более с восточным колоритом. И каждую из этих историй мы тоже читаем. И вот, понимаете, то есть три атмосферы, как эта матрешка в матрешке, и все это настолько полярно, все это существует при этом в едином котле. Это очень сложно воспринять. У тебя такое ощущение, как будто бы ты читаешь несколько книг разных, но все это при этом объем, я ее прочитала за пару дней, и оторваться было просто невозможно. Каждая из этих линий невероятно интересна. И только ты присыщаешься как-то одной из них, тут же она сменяется другой, и все встает вообще с ног на голову. А те твисты сюжетные, которые были в конце книги, это я вообще молчу, это просто что-то с чем-то. Поэтому у меня же голос даже начинает садиться. Когда я эту книгу дочитывала, вообще у меня невероятно сильно стучало сердце, стояли слезы в глазах от того, что, во-первых, эта история заканчивается, во-вторых, от того, насколько это прекрасно, черт возьми. Я с Нижаней сразу начала записывать какие-то невнятные аудиосообщения, благодаря просто за то, что она мне в книжку прислала. Очень сильно вам эту книжку рекомендую, и точно продолжу с Маргарет это вот знакомство, потому что это, ну, невероятно. По количеству стикеров это уже видно, в принципе, и так. Расставание убийственное, но встреча бесспорно хуже. Живой человек не способен соперничать с яркой тенью, отброшенной его отсутствием. Время и расстояние сглаживают шероховатости. Ну вот любимый возвращается, и прибежала в самом свете полудня, видны все прыщи и поры, все морщины и волоски. Что они за конструкции нашей матери? Пугало-восковые куколки, в которых мы втыкаем булавки, наброски чертежей. Мы им отказываем в праве на собственную жизнь, подгоняем их под себя, под свои потребности, свои желания, свои недостатки. И вот линия более шпионская. Он решает, что ему делать? Перерезать ей горло или полюбить навеки? Точно. Да. Обычный выбор. Первый нонфикшн впервые за долгое-долгое-долгое время. Это Мишель Фуко «Надирать и наказывать рождение тюрьмы». Ох, ох. Даже не знаю, что еще сказать. Мне эта книжка интересовала тем, что я думала, здесь будет раскрываться тюрьма как таковая от самого зарождения до наших дней. Как пришли к тому, что ее необходимо строить. Как, вот, чисто с архитектурной, наверное, точки зрения пришли к такому виду тюрьмы. Как там решали, какие-то нормативы придумывали по поводу камер и каких-то других устройств. Внутренний распорядок тюрьмы. То есть меня все вот это интересовало. По факту же я получила немножко другое. Здесь в первой части мы знакомимся с наказанием как таковым в принципе. Начиная с 17 века, в большинстве своем во Франции, потому что Фуко француз. Но мы понимаем, что примерно то же самое происходило во всем остальном мире. И вот до наших дней, как все это было. Почему, например, отменили смертную казнь? Почему отменили пытки? Почему в конечном счете все пришло к заключению в тюрьму? Потом мы рассмотрим наказание как таковое. Почему, например, очень сильно отличается тюремное наказание? Я, например, была уверена в том, что наказание, ну, придерживалась такой миссии, что наказание, там, преступник, когда преступнику вменяется какое-то заключение на какой-то срок в тюрьму, что это для того, чтобы его наказать. В то время как на самом деле все наказание, вся вот эта система существует исключительно для того, чтобы предотвратить наступление преступлений со стороны других элементов общества, которые еще его не совершили, но потенциально могут. И я вот думала, задавалась вопросом, почему, например, за убийство тебе могут дать 5 лет, а за наркоторговлю 10? Это очень взятые сглавы сроки, но тем не менее. Оказывается, убийство – это что-то, что не свойственно нормальному, психически стабильному человеку, если он там, да, не в белой горячке находится, не психопат, а просто обычный человек. Понятно, ему это невыгодно. Даже на 5 лет, да, нормальный человек не захочет сесть и не захочет потом переваривать все это в течение всей его последующей жизни. Но в то же самое время есть люди, которые постоянно прибегают к каким-то мелким правонарушениям. И вот, как правило, именно они наиболее опасны, потому что та же самая наркоторговля, например. То есть, задача власти при создании наказания заключалась как раз таки в том, чтобы потенциальный преступник, например, думающий только о наркоторговле, взвешивался за и против, и чтобы выгода была намного меньше, чем те последствия, отрицательные, которые могут наступить за совершение этого преступления. Поэтому отсюда такие разные строки убийства никто и так не будет совершать, будучи нормальным человеком. А тот, кто ненормальный, он его совершит в любом случае вне зависимости от наказания. В то же самое время за мелкие проступки, которые тем не менее опасны для общества, такое вот большое наказание, очень глобальное, оно может сильно повлиять на ум преступника потенциального, и он не захочет делать этого преступления, совершать его просто из-за вот этой моральной давки какой-то. Наконец-то эта мысль получила развитие в моей голове, потому что раньше я как-то задавалась этим вопросом, его оставляла вот как есть. Потом автор рассмотрит дисциплину как таковую, и вот это была очень скучная для меня глава, потому что это то, к чему мы привыкли. То есть мы с рождения ходим в садик к определенному времени, выходим оттуда тоже в определенное время. Ходим в школу по определенной форме к определенному времени, у нас там есть распорядок, да, есть время, когда мы ходим на обед, есть время, когда мы уходим, есть какой-то порядок проведения вне классных занятий. Это все, к чему мы привыкли и так. И авторы здесь очень долго все это расписывают, очень подробно, вплоть до медицинских учреждений, какой у них был распорядок, это все и так нам известно сейчас, то есть это не любопытно было. А потом была глава паноптизма, это, кстати, термин, который сам Фуко ввел, он его позаимствовал у такого названия как паноптикум, это такое заведение, вот на картинке где-нибудь видите, где в центре стоит башня, из которой может осуществляться на 360 градусов наблюдение за всем происходящим вокруг, соответственно. И цель вот этого заведения, она была двойная, то есть, во-первых, преступник находится под наблюдением, хотя это использовалось и в медицинских учреждениях, и в школах, вот в этой модели архитектурной. С другой стороны, преступник, зная, что за ним наблюдают, сам координирует свои действия, наблюдает за своим поведением и сообразно с этим себя контролирует, то есть выполняет функцию надзирателя, при этом это обеспечивает экономию власти, то есть надо меньше надзирателей для того, чтобы смотреть вот за таким количеством заключенных при существовании вот этой центральной башни, когда все знают, что за всеми наблюдают. То есть такая вот тема интересная достаточно, но, опять же, если говорить все-таки о минусах книги, во-первых, иногда мне казалось, что Фуко специально намеренно гнет нас своей эрудицией и невероятной интеллектуальностью. Он как будто специально одно на другое наслаивает непонятные слова, чтобы нас вот в ступор вести, чтобы мы не отрывались буквально от гугла, пытаясь расшифровать каждое слово. Потому что есть какой-то термин, например, который берет начало из другого термина, тоже неизвестного. Этот неизвестный термин берет начало еще из другого термина, тоже неизвестного. А все это в содружестве с другими непонятными словами в предложении играет вообще свою роль, конечно, и получить знание, какой-то, какой-то вывод из предложения очень-очень сложно. Вот это мне не очень понравилось, это чрезмерная какая-то давка интеллектуальная. Понятно, что сейчас ты с телефоном сидя можешь это все расшифровать, а вот если ты находишься на его лекции, в аудитории, то это все будет достаточно проблематично. Иногда мне казалось просто, что здесь сложное просто ради сложного, для того, чтобы быть. А потом иногда Фуко зацикливает свою собственную мысль, то есть он о чем-то нам сказал, мы поняли, я поняла, вы поняли, все поняли. При этом он повторяет ее снова, я говорю, ну теперь-то точно я поняла, окей, спасибо. Нет, нет, это продолжается заново, и снова и снова в течение 20 страниц он повторяет одну и ту же мысль, при этом наслаивая какие-то другие примеры, и так все понятно, блин, и становится скучно читать, потому что об этом ты нам уже сказал, мы это уже поняли, спасибо. Но нет, это все повторяется. Короче, вот так неожиданно для себя я даже в нонфике выделила какие-то минусы. Напоследок, буквально сегодня закончила слушать «Горький апельсин» от Клэр Фуллер, поставила четверку этой книжке, прикольная, нормальная, она такая больше схожая с каким-то классическим, романом по своей структуре, по своей динамике. Она расскажет о некой Фрэнсис, который нанимает в старый особняк для того, чтобы производить оценку архитектурных сооружений, в принципе, самого дома. И непонятно, то ли для его последующей продажи, то ли для реставрации. Она прибывает туда и обнаруживает, что там, помимо нее, есть еще двое молодых людей, супруг, супругой потенциально, и эти люди ее очень сильно интересуют, особенно учитывая, что в ее ванной, которая находится над ванной ее соседей, есть потайное окошко, глазок, в котором она может наблюдать за происходящим снизу. И она это делает. Вот, кстати, эта тема, блин, мне не понравилась. Она как-то вскользь упоминается пару раз, и потом на нее сбивает успешно. Непонятно мне. И непонятно было немножко зачем. Ну да ладно. Так вот, она начинает с ними знакомиться. Эта соседка ввязывает ее, Клэр, по-моему, ввязывает ее в общение с ними. Они каждый день собираются вместе у них для того, чтобы поужинать, пообедать, выпить вина, при этом рассказывать друг другу какие-то истории. Но больше, конечно, рассказывает эта молодая пара всяческие истории. Выясняется, что у Клэр был ребенок когда-то, которого она потеряла непонятно при каких обстоятельствах. И, в принципе, жизнь и Клэр, и ее молодого человека, мужа, как выясняется, очень необычная. И, конечно же, нашу главную героиню, Фрэнсису, которой никогда в жизни не было каких-то ярких всплесков, событий, ее это очень сильно прельщает, ей это нравится, ей это интересно. Поэтому она обвязывается в общение с этой парой, и неизвестно, куда все это ее приведет. Тем более, что окружающие люди, некоторые из них, дают ей понять, что для нее это чревато, опасно даже, и ей надо убираться оттуда подальше, потому что неизвестно, опять же, к чему все это приведет. Нормальная история, не то чтобы сильно динамичная, при этом она совершенно небольшая, но я понимаю, сколько же много в ней дыр. Вот сейчас я просто не думаю. Во-первых, вот этот глазок, который непонятно, зачем вообще был сделан, потому что пару раз всего мы о нем слышим. Во-вторых, наша главная героиня постоянно слышит какие-то шорохи, то ей видится какой-то силуэт непонятно кого, и непонятно, кто это в итоге-то. В конце там дается ответ на кое-какие вопросы, кое-какие силуэты, но не на все, и непонятно, кто это был. И вот некоторые события, которые автор нам подкидывает, какие-то вещи, наоборот, непонятно, откуда это взялось, и в итоге на это ответа не дается. То есть такие, есть, конечно, зияющие дыры во всей этой истории, но при этом сама по себе, по динамике, она мне была приятна. Опять же, вот из-за своего сходства с каким-то классическим произведением, с классическим романом, где особо ничего не происходит, но просто приятно находиться в атмосфере, тем более тут какой-то даже немножко готический такой оттенок есть у всего происходящего, какой-то намек на привидения, которые, возможно, могут быть. Ведь сам городок по себе очень тихий, если не деревенька, где есть викарий, опять же, как обычно, как это принято, которому все ходят исповедоваться, при этом который сам не может понять свое предназначение во всем этом мире, и где ему стоит быть, что ему стоит делать. В общем, такая нормальная история тоже, но не без минусов, не без дыр своих. Поэтому стоит, наверное, об этом предупредить. Как итог, в феврале я прочитала 12 книг, из них 4 были в аудиоформате, одна в электронке. Очень много книг, кстати, для меня необычно, вот как я и говорила, в отпуске я почему-то читаю мало, вообще не хочется, а когда начинаю работать, читаю больше. Спасибо, что были со мной в этом видео. Спокойствие нам всем, терпение для того, чтобы все это пережить. Мы с вами скоро увидимся. Берегите себя.